Флайм Не первый год форум Селигер объединяет молодежь со всех уголков мира. Обучение проходит в Кырской области на берегу озера. Обстановка располагает к отдыху, но молодежь обязана следовать установленным правилам. Утренняя зарядка, обед, образовательная программа и даже душ по расписанию. У каждого участника есть вот такой бейдж. За каждое нарушение обрезается уголок. Попадешься трижды, немедленно покидаешь форум. Делегации из 147 стран и всех регионов России стали участниками форума Селигер-2014. Молодые юристы, экологи, дизайнеры, туристы и представители множества других направлений в течение недели посещали образовательные лекции и презентовали свои проекты. Я могу сказать, что каждый, наверное, преследует свои личные цели, когда ездит на форум, но большинство приезжает сюда, чтобы получить новые ощущения, новые эмоции, знания, получить новых друзей. Я как человек, который читал здесь мастер-классы по ораторству, по нетворкингу, лидерству, обратил внимание, что здесь очень много активных, целеустремленных ребят. Меня это очень сильно удивило и обрадовало. Каждый день на Селигере не был похож на другой. Разнообразие мероприятий все больше приковывало внимание камеры фотоаппаратов. Более 800 человек приняли участие во флешмобе. Он символизировал единство и дружбу народов всего мира. Каждый вырезал из картона два крыла, чтобы затем вместе с остальными выстроиться в гигантского голубя мира. Я люблю Селигер. Здесь много милых и добрых людей. У меня появилось довольно много друзей и вообще это место очень крутое. Тем временем в инновационном центре авторы лучших проектов представляли свои разработки. Алексей Лисовицкий и Ирина Эларова занимаются дополненной реальностью. Учебники, выставки и даже целые издания представлены в трехмерных моделях, так будто их можно потрогать. Эти инновации в скором будущем станут конкурентоспособными на международном рынке. Мы можем работать в любом секторе, как для бизнеса, так и для простого потребителя, создавать ритейловые продукты. У нас есть такой продукт, чашка, напиток, который можно зарядить эмоциями. Мы можем работать просто в любой сфере, это образование, культура, медицина, строительство. Ближе к вечеру форум превращается в площадку для развлечений. Каждый может поиграть в пляжный волейбол, мафию, заняться воркаутом, искупаться в озере или просто насладиться пейзажами этого края. Ночлег в палатке, еда в военных канистрах, вода из озера и чай разогретый на костре. Настоящие полевые условия. Но такая жизнь никого не пугала. Четыре тысячи человек, как одна большая семья, дружно и весело жили в палаточном лагере. Как вам еда на селегере? Просто изумительная. Я вот ем и не могу наесть. В восторге от форума все иностранные гости. Кто-то в Россию приехал впервые. Широкая душа нашей родины не могла оставить равнодушным никого. Я здесь, для моих друзей, для Ассишан, это было очень-очень хорошо на первый день. Потом было очень-очень хорошо, потом очень-очень-очень хорошо. Супер! Джованни Монти из Италии, специально для Альсетия ТВ. Семь дней форума пролетели незаметно. Участники максимально оттягивали время отъезда. Многие обещали вернуться сюда в следующем году. А до этого времени сердца будут греть воспоминания, куча фотографий и отснятое видео.